Я ездил в Грузию, и там в городах вылезут, совершенно не знаю Бога, и обратились к Богу. Я пешком прошел по Позавки в степях, вы знаете, сколько у вас обратилось к Богу, и где-то там. А вот просто Павел, и Николатов, Диких Кременов был, и они пришли к Богу. К Калетинам попал, а они к Богу. К Кременам они познали Христа, и он приезжал, и все не поделился опытом. И мы должны делиться, потому что у нас был очень непонятный случай. Выходят молодые люди лет 15-16, у меня от подозрения какие-то. А что это у вас? Да вот мы подписчики, мы даем материалы. Три парня, одна девушка, лет по 16 примерно, 15. А откуда вы, на второй этажах, кто здесь, на протяжении угол, только что оттуда спускают. Мы хотели бы, ну давайте, даем газету. А другой остановился назад, а то он у вас на лошадях катается, а как катается? Ну, и вижу, что они разные, я им даю. Когда мы на квартире отошли, выходим, они стоят наружу. Я выходил, и обе гадетки валяются на лошадь. То есть они вышли, и обе сразу выкинули. А, вот тут теперь я вас опросил, а помощи никогда не было. Они не посчитали, не порвали, ничего, просто вышли и шли. Может быть, один бросил, а другой подражает им, ну, это стартность у нас здесь, если сказать, скажу, здесь. Ну, раз, теперь и я так. И стали говорить, что ты бросил, ты знаешь? Ты в трудный день будешь искать этот день, а с моря до моря пойдете юноши искать. А сегодня мы к вам пришли, дады. Видишь, девица вышли на гору, там пленность какая-то стоит. Окей, это даже я не понял, что это ненормально может быть. Что вы сделали сегодня, стояш, молча? Ну, а дальше я более сложно к ним поговорю. Вы помолитесь о таких людях. Потому что мы-то сеем, а написано сеющий и поливающий, ничто, а все Бог возвращающий. Матерь Божия. Ты очень законно, что мы на нас не упали, пока этим тихо. Включаются дети. Господи, какие-то все же дети. Вчера один мальчик подгоненок такой, ну, понравился нам, как у нас лагеря был в голову. Стали говорить о лагере. Он один открыл, говорит, а какой у вас лагерь? Он заинтересовался. Я говорю, а где ты был в лагере? Я был, хотя бы, в господворье или вон, афиг. Я слышал, что был доставлен. И мы уже пошли туда, а он с пятого этажа, фотошку здесь, как в дворец. Смотришь, фотошку. Выросли, кричили, что-то еще прояснение так делали. Ну, а его не больше, лет в день, в воскресенье. Так это интересно было. Взрослые так не заинтересовались, как ребенок. Вот о них надо молиться. Это не дарина, ваша будет помощь. Мы сеем в ногах, и мы не знаем, где что взойдет. Не все взойдет. И новые палки дороги налетели, птицы и поплевали. Вот при дороге мы вышли, выросли. А может быть, наше строгое слово, оно прожнется и в другое время. Ну, а скуда мы сейчас знаем? Болитесь. Вы не можете идти. Болитесь, как в воскресенье. И поставьте себе радость. Допустим, заведете какие-то маленькие группки такие. Ну, вдруг вы только все знаете. Все, представьте, хотя бы по три, по четыре еще раз, надо делать. Я буду поводить. И ты, и ты. Вот, что слышишь? Такой, что не полчаса. Вот, вы едете. И друг другу, напишите расписание, придете, когда молитесь туда. Организуйте такие комитеты. Молитесь за тех, кто охраняет порядок, за милицию, за тех, кто в Чечне воюет. Пусть и сострадательные, держите сердцами в вашем. Помните, мы лежим в тишине. Где-то люди горят, где-то тонут. Мы носим это звание «Щелобек». «Щелобек» – «Щелобек» направленный пишет. Будьте «Щелобеками». Не просто, мы где-то толчусь, находим. Я повторяю, мы не знаем, что из этого будет. Лагерь наш детский 27 лет, что существует. Но мы не знаем, что будет. Мы подрастаем. А Бог его знает о той деревне. То эти занятия, в конце концов, и вся земля наша, мы ничего не знают. Мы просто его служители должны быть. Я верю в то, что мне доверят. Обратиться или не обратиться, от меня не зависит. Повторяю, если не обратиться никто, награда выше. Потому что я отрубился, все не получается. А у Бога каждый шаг, мы верим. И в бойтесь теплокладности. Вам это не понравится, может быть, но Писание говорит так. Если ты будешь теплый, а не горячий, не холодный, я не зелекну тебя, Иисус. И Толкароний говорит, ты подобен блевотине. Ну что Иисус извергает это, когда человек перебьет и что-то? Этот человек, подобный вот этому неприятному, когда он только считается верующим. Ну пришел, подел, отошел, и записать их, отошел, и поумыялся, пошел, пооголевался. Дождя, у нас такие уже были, ни одного нету. Всех их выгнал Господь. Но ведь его стоять это не просто так. А мы в этом мире, на полстве среди вам Бог. Тоже не забывайте. Я говорю Бог за ваши молитвы, что у меня столько молитвей. Я встречаюсь с людьми, ну, полтавец, как правило, самого высокого ранга. Больше, кажется, никого их нету. И ни разу никто пальцом липнул. А их говорят, что если верить, то там вот о нашем общем слышно и много пишут. Я думаю, больше слышно, чем есть. Она больше шума, чем делала. Пишут, потому что сильно хорошо о нас. Ну, плохо мы пишут, как будто нигде и не было. У нас нет. И у нас была центральная пресса. Людям нравится, когда идут беспопромиссно, в искреннем виде веры. Давайте подтвердим, что мы настоящие христиане. Что нас Господь хранит, и мы такие счастливые. Внутренним духом. Проникнем в то, что нам дал Господь. Какое великое сокровище мы носят в себе. Или в нынке. Потому что из всех, которые находятся здесь, то у кого-то уже не будет. Это реальсерство, что происходит. Это теплокладно. Теплокладность и безразличие. У кого-то защитных нет. Не будет. Они уйдут. Помните, перед тем, о котором души я уже говорил. Я каждый раз так говорю. Я сегодня могу уже назвать по поверению, кого не будет. Они еще сами этого не догадываются. Достаточно, чтобы посмотреть все раза в два, три, чтобы найти подтверждение, что это так. Они еще ничего не понимают даже. Они не понимают, что они умерли. У них нет тайной молитвы. Нет желания прославить Господа. У них нет тайной молитвы. В окружении листовую работу или думать подышать должность, какая-то степенья. Это все идет. И думай об одной степени. Звание христианина высоко прозеси. Чтобы ангел был вечером, давая отчет Богу порадоваться. Господи, этот человек живет у тебя. Это высшая похова будет. Вы нигде не говорите о той радости, которую дам Бог Господь. Какие мы счастливы, что знаем православную веру. Напомните, сколько ересей. Ничего больше православия на земле не существует. Православная церковь, а то в словах небо на землю опустился. Чтобы мы увидели. Ну не то, что проходной двор везде. То православие, которое мы сегодня живем только видим. И если Россия должна встать, то только еще и православие. Напоминаю, что в понедельник, в сонник, вахтанзары АГУ, приходили, вот АГУ, 9.66, будет в международный конгресс. Жизненная сила славянцы. Два дня будет. Четвертого пятого. Меня записали четвертого на пятый. Что Бог дал мне уморатину. Тысяча, кажется. В понедельник будет из десяти вопрос. Просите Бога, чтобы сказать слово истинное. У меня материалы, я сейчас готовлюсь, вечерами, утром, у меня материалы есть все. Но мне надо проникнуть, что за люди будут, чтобы я, находясь дома, полнял остановку тут. Чтоб Бог показал, что именно. У меня слишком много всего. А там всего пять минут. Ну пристаньте. У меня два часа я вам рассказываю. Это что это? Ну, когда пять за минут. И в пять минут надо умножиться. Не так, чтобы тебя с капелью загнали. Я никогда не принесла, я принесла. Пять минут, а вы не принесла. Чтобы людям было понятно, спасение все православие. Никогда русский народ не станет без православия. Это абсолютно 100%. Никакие мусульмане нас не поднимут. Никакие баптисты нас не вырушат. Никакая Америка нас не выгорнет. Мы должны заботиться только о том, чтобы Бог поднял нашу нацию через великий труд самопрешные поступки. Через веру во Христа. Через любовь в Божьей церкви нашей. Родной нашей пророкальной церкви. А мы ее как раз и не знаем. То есть мы знаем. Вот что говорим. Я это вижу конкретно, как в телесклоне. Я не знаю, наверное, в квартир шестом прошел. Это не шесть квартир. Сот. Но думаю, что больше. Я могу писать выжить интересательно эту тему. Какие разные люди. Как их квалифицировать. Какие. Вот. Ну не хватает еще на тебя. Но вы можете идти. А вы молитесь и молитесь. Вы сердце поняли меня? Вы лучше плотно бежать на летание. Вы пишите на летание. Был в Кесарию. Поколел Иерусалим. Приветствовал церковь. И отошел в Антиохию. Как ждали встречи с Павлом. Они сказали, что будет того. Не те, которые сидели на одном месте. Что они расскажут? Вот представьте, наш датушка, приезжайте. Говорит, я буду там-то, там-то ездил. Я когда вернулся с Америки, меня в Москве сразу переходили. Я в Москве, да, в Радио России выступил. В Америку грехов где-то шесть сеансов по голосу Америки дал. Ну просто переполнено сердце было той радости, которую Бог дает. Помню, я там, большая конференция была, в Америке выступил. А там сидели корейцы, китайцы. Вот они были все с перевозчиками, с переводителями. Я темно дал. Будущее России. В свете Евангелия. И будущее миграции русской. Тогда митрополит. Это уже митрополит все делали. И приступы. Потому что многие-многие наружу. Я сам по себе ничего не могу не сказать, не хочу. Вы это помните. Не просто подойти, когда одна сестра подошла выбрать. Как ты сегодня ей говорил. А он говорит, да ты уже вторая подошла. Как ты тебе же первая подошла. А я говорю, ты сейчас когда на карте говорила, то мне сатана подошел. Он сказал, как ты сегодня хорошо говоришь. Я тебе уже доверял. Ты вторая подошла. Так что, ну стоит сосрыть, ничего нет. А мы знаем, что с нами Господь. И потом ближе, соседи к тем рассказывают. Готовят радости, которые Бог дает, верят. Потому что надо готовиться к нему. А значит, достойно умереть. Не хватайте за эти пороги и по-русски, жить, жить, жить. А что Бог дает? Дал нам Господь достойно умереть. Как у нас умирала наша покойная мать. Всем на празд задала только одно пропелло. Живите в мире. Это последние были слова. Живите в мире. Она верила и знала, как это. То можно нам жить в мире. Все разные. Не два, не три, где-то родители. Живите в мире. А после наркома, любитель, до его воспоминания времени, насилие на съемках. Он преподносил, что вы у детей делаете 7, 3, 4, 4, 5. И с этим отношением речи. У нас все-таки должно быть что-то главное. Помните, серебинар был Анатолий? И у него какая-то вам просьба? Аллилуйя. И ну что бы он не сказал Аллилуйя? Я здесь еще ворота-то вот открыл. Я же просто надо закрыть и никого не пускать. А я его закрыл. Аллилуйя. Да то в чем тебе Аллилуйя? Ну, я-то Аллилуйя. Потерял топор. Поискал-поискал. Говорит, тебе надо купить и Жене отдать топор. Аллилуйя. То есть он осознал, что так пришел и купил топор. Все. Через это он познавал сам себя. Аллилуйя. Это больше ничего не сказано. А Татарус подорял славу Богу за все. Эти слава Богу за все лежит только Антон. Немножко облахните вопросы. И я на занятия по радио передали. Передали, наверное. Что машина, в которой скидывали Рушаева и Антоний, попала в катастрофу. Знаешь, или что, или что, или что с ними. Не слышал, не знаю. Я знаю, что Антоний болел, мы за него все молились. Если нет, то это Антоний местный епископ. Рушаева, но он на Сибирске, когда он сюда приехал, знаешь? Нет. Ник не слышал. Ну молиться надо, чтобы, чтобы не попали в аварию. А за аварию, чтобы... Если смерть, то он, наверное, а за рану, то небольшой. Так, что ли, по-собой? За туалет, может быть, еще и больше надо молиться. Его спросится, ой-ка, за каждый раз. А спросится с Антонио, в первую очередь, за его решение, какие он принимал. Знаете, у нас материал такой? О крещении. Выступает патриарх Рихии Второй и говорит, 98% священников меня не слушают. Какого патриарха? Хорошие слова сказали на крещении, что не крестить в храме, где нет полного погружения. Не крестить. А они продолжают крестить. Своего родного патриарха не слышат. Антоний, 2 февраля 1996 года, на импажемном съезде здесь на своем, решает крестить в храмах Барнаула, ну, конечно, на Антаре, только полного погружения, еще потратного. Так и стоит там вместе. И Антоний спросит, он бы сейчас не запретил этих безобразников, чтобы они не выводили в эту муску нацию? Эти винилые попы. А это еще не было. Даша, который не пошел, значит, молиться за него надо. Антоний, это свое указание, так? Я думаю, с юриком, который дает указы, у него специально есть люди, которые проверяют, выполняют подеяние или нет. Не думаю, чтобы он такие указы писал, у Даши не наблюдалось. Я ему, как-то, сказал бы, что подписали, а у него потеряли. А ведь они на прорыве, да и что? Так вот, это же КПЦ, республика. Я говорю, обманывают они у вас, ваши помощники. Да не может быть, обманывают вас все. И сейчас опять, где-то деньги-то наши нашли на проекции генеральную. Опять вагон они накрутили, крутили, а я все их позвонил, на специалии передали мне там законы. И вот, что вообще в инфекции они нашли 20 тысяч опять отдали. А потом опять куда-то девают, и... Ну, наверное, хитрые, лукавые. Но правительство знать и не может. Но Антоний-то точно знает, что они не крещут, как должны. Крещение должно подготовить от трех до пяти лет. А даже с трех минут не готовит. Пришел на кошкой по голове, а 150. И так можно жить. Для чего Бог говорил Моисею? Идти к фаралону, спросить о выводе на годы, и нравится, а то же время, так ужесточал сердце фаралона. Ну, а жесточал, не надо понимать так, что фаралон был добрый, а Бог на славу не у какого-то духа, и он стал жесткой. Что может ужесточал? Интересное толкование обойдет епископ Истарион. Понимаете, бывает, говорит, земля, и бывает дождь. А когда попадают вместе, получается грязь. Второе. И вот грязь, она мягкая. Но если эту грязь теперь снова подогреет солнцем, она получится в камень. А как вы это разночаешь капельми дождя, в Салтире написано. Так вот, фаралону светло было мягкое, хладоносное, как земля Нила, когда они, как интересно, к слову сказать, сеяли. Нил, когда отступал, как он, когда плет у себя дырял, то прямо отступает. И выходили из двух, что из-за него разбрасывали, а потом пригоняли овещих, провоняли и они ногами поселили. Сверточки, поталки или где-нибудь здесь. Знаете, как все это делают? И вот мягкая земля, она подобна милосерству фараона. И Бог, чем больше его терпел, только в начале Божьей любви, и из него всякое милосердие улетучилось. Он твердел, как камень. Вот такой смысл. Не то, что Бог его взял, владел, он проснулся и друг злодей. И так не было. Бог его уже сначала, его Божьим дал бы терпеть, что сразу ему Богу не отвергал. А он дальше нагрел и нагрел. А Бог его пацанал у него в казни. По мне и вестил, что Бог перенести мушкара, скотина. И когда я это не понимал, тогда уже начали его быть младенцами. Мы неправильно трактуем, что он уже сначала. И дело-то, я ожесточу его сердце. А ожесточу, что когда он тебе слова-то сказал. Вы говорили о Евгении Дмитриевне, что сроки не трогала времени. Не договорились. Когда она ее прочитала, Евгения Дмитриевна, а в ней была печальная статья, даже порвана была. Просить умерших прощения. И она посмотрела, ну, 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 что я знаю. Потому что мне понравилось это. Она стала искать. Не знай, как через детакцию, нашла и вышла на нас. Вышла, пришла на занятия. Молодая, что вы знаете. Приняла крещение. Наша прихожанка. Газеты, снятые, но мы еще не знаем, где и как Господь тронит, душа соловит. Сегодня там мы видим, всеми недолго рассказ. Скорбите, жития святого, Авраамия и Марии. Это жития святых. Сколько раз, живо, били, за ноги детактали и бросали, а он был ищен и проповедник. Он возвращался, крушил от них видов, ночью пробирался. Как я проповедовал людям, обратитесь в Бога, язычники, вы уже все на вы будете. Они его бьются, еще в север стоит, и вытащат заселение, помоститит, помаленько подживет у него, вернется, и наконец все обратились в Бога. А его из монастыря, они дошли кристу. И до сети обращай. И когда все обратились, санкцион воды, как все обратились, отпустите меня в монастырь. Так, я не знаю. Бывает, человек молится, ничего не отолвет, это чтоб не отгонзился. А потом и дети припутят в Бог. Мы ничего не знаем. Почему ей говорится, когда все сделаешь, скажи, я ничего не стою вчера, в последовательстве. А, где это не ключи, мне надо. То есть, ну это я уже перепродирую, кабинеты ключей, чтобы отверстие это счастье. Мы не знаем, чем это кончится. Мы абсолютно ничего не знаем, даже на события, которые уже ясно прослеживаются, мы вот смотрим, как вот, когда на столбе при затмении, стекло, что тусклое стекло, гадательно. Вот это гадает. А может, это может не так. То ли погибут, то уловит, то ли не погибут. То ли там что-то будет, то ли не будет. Мы не знаем. Да, этот президент будет до конца тропа или нет? Меня спрашивает, а кто он такой? Ваше мнение? Меня спрашивает, где пройдет к нам? В общем, вы знаете, я знаю одно, что он не глубоко беру еще. Вот это я вам сказать. Я знаю, что это по-пополнике ГГБ, выше этого он не понимал. Я думаю, в такой мир сразу, может, помощник или хорошим поднимать? Все, мы только на нем много, что пол дал ему мудрости, сохранил его жизнь, не было на нем покушения, замерилась, что-то справился с этой Чечневой. Ну вот и все. Мы не знаем. Мы вообще ничего не знаем. Довольно повторять. Мы знаем хорошо только одно, что еще и не знаем. Вот это Ассады-то точно знаем. И проведший там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галакейскую и Фриги, убеждая всех женихов. Где он был, теперь заново и пошел, по порядку и все. Но куда пройдет сегодня священник и липистов, а после никто еще в него не обратился. А куда он пойдет? А утром лежу, мне у меня в Попровский собор бегут молодняк, нашили какие-нибудь шрунковалы, такие вот шарики, цыганское платье, на дворе, бегут один за другим. Сколько человек лет? Юноша спрашивает. Мне 18 на спрещение калибру. Да раньше 30-ти, тебя не ставить нельзя. 6-й Средский собор, 16-й правил. Это все беззаконие. Вас всех надо запрещать. Это молодняши сегодня есть. Так они полославные. Ну и надо. Слушаем, что это? Вы какие-то. В Америке раньше 35-ти лет никто президентом не будет. Каждый 36-ти летний был только Джон Кеннеди, Фиджелай. Все. А может, если не хватает одного дня, уже президентом не будет, есть закон, для того не закон, чтобы исполняли его. Раньше 30-ти лет ни одного священника не должно быть нигде. Почему? Полкование. Ибо и Христос вышел только 30-ти летний. Это закон. Все. А если Бог читал попав на этот беззаконный епископ, и на этом все патриархи. Беззаконный патриархи. Четко и ясно границы не раньше 30-ти лет, и на этом все. Больше, может, но и меньше. Адиакон не раньше 25-ти, а Айбодиакон не раньше 20-ти. Все, больше ничего нет. И, заметьте, нарушает правила. Московская патриархия, русская право-станная вырубежная церковь, автокефалия. Все, сколько теперь, кажется, уже 17 автокефалий, и греческая, и иерусалимская, и старообряд. Все нарушали до единого. Я как-то сначала со старообряд, я тебе говорю, из семи священников, которых, я знаю, все до одного до 30-ти летнего возраста поставили. Ну, не хватает один год даже. Ну, зачем ты ставишь? А ведь из тебя мнят, что они соблюдают православную веру, веру на святую соборную, и апостольскую церковь. Ну, нет же этого. Хотя бы не лгали себе. И мы должны поставить все на место сказать неправильное, но там все. Спрашивают, а как же Сергий Радонежский благословил? Это неправильный благословил? Сергий Радонежский это человек. А за этим каноны стоят. Если человек пошел на монастую службу, а уже принял звание монашеское, он извергается. Ну, не мог Сергий Радонежский извергнуть на тот свет отправить? Ну, а он благословил? Не знает. Этого мы все знают. Мы знаем, нарушен канон. Нельзя теперь всю историю мира поднять под Сергий Радонежский. Если он это сделал, значит, его нужно было отвечать на церкви. На этом все. Только один поставляет. На таксадает миллион людей. Мы четко должны находить закон, Бог уверял, и на это все. У нас нет юридического начала в размышлении. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый из следующих писаний, пришел в Петерс. Он был на самом начале в пути Господней. Игоря Духом, говори, и учила Господи правильно, знают руки крещенников. Вы знаете, как прекрасно, начитанный, прекрасно училый, а сегодня выходит, такое красноязычие, крещенники ставят пять слов писать не может. Да зачем же ты согласился? Вы знаете, как приезжали такие, пять слов не может писать. Но ты понимаешь, это главный талант, учить, язык должен быть. Ну не может быть тренинг футболистов в кафалаку какой-то. Ну не может же рука там ошибенная или сухая быть учителем музыки на скрипке. Это может. Даже здесь, если эта кандидатура идет на священника, он должен быть красноречивый. в первую очередь, хорошо знающий писание. Если этого нет, и он на кушечнивы что он не дает отпускать, а он у жебенцев пролетели не один раз. Потому что плохо он любит. И поэтому такие священники безгласные попыли. Иры идут. Он начал смело говорить в синагоге, горя духом. Услышавши его, акины из эскинов переняли его и точнее объяснили ему и Господи. Вот это было у меня, когда мы уйдем попали на цепь и на один, когда Генрих па. Горел в духом. И от Господи нам мы не православные. И на них. И когда он обратил меня в Господь, принял правильное крещение, сейчас православие не сеют в товаре округа, магистр благословия, под его книгу мы наказывали и поздравили. То есть в нашей жизни обязательно где-то что-то встретиться такой автолу. А когда он намерился идти в Ахари, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их, принять его. И он прибыл туда много задействовал и горошил в благодати. И Бог сильно опровергал людей вседорога, закрабывал, писавшим, что Иисус, Иисус Христос. Наши общины не пропускались сегодня. Никак. А другую страну просто брусцов, сейчас стоято послачивают. А проявления все кто-то как-то передников. Сидят наши братья, молодые. И один не вышел и сказал, ну ты, ну, свидетельство, у тебя были разные столичные города, просел почти республиканские города свидетельства. Ну, весь какой-то областный, хмолей, 38 лет. Ни один ни разу не подошел. Ни один и никто. Я этот призыв зовут сестрам. Думайте сестрам. Молитесь, что было дало нам настоящих ополосных. И тогда, ну, все эти связи заработали, спасали, где вы его примите. Серьезно опровергал, сколько всякое еле сито обмуждение. Сначала открылся с аппетицией. Это не значит, не исключение от и до, а возникновение до сегодняшних дней. Идите от них, в аптиске, готовите, вы все должны знать. И сильно опровергать на основании Священного Писания. Повторяю, ничего ниже православия нет. Но ничего ниже православия сегодня нет. Так сумели поставить. Я говорю православие, то, что в книге. Когда мы ниже нет, это практика. У нас ничего общего нет с тем, каким мы должны быть. Совершенно. Прохранной двор. Любой, заходи и выходи. А священник должен даже к причастию, даже, потому что причастие легче, чем к причастию, тщательность поведать и проверять. Не так, когда 5 человек, или 25, сзади на него нависали. А где у меня комната, заходите. В другой комнате и там он должен исповедовать его. Ну, примерно, как это надо делать. А сейчас в церкви, видите, как я наставил воволь людей, которые хотели исповедовать, но наши 20 человек сзади, 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 по боям, среди, споведовать. А счастливство с грехами и дальше без нового не начинается. Ну, не трудно же, я столько раз говорю, по конечной стороне, ну, отодвиньте шагов на 20, смотри, какой погрузкий сокол. Никого нету. Здесь стоит, это надо сзади на ракш, свеча, чтобы люди готовились. Для серьезного нет. Мы создали бракотный сбор, потому что не такие имени и мощные. Поэтому и правители нас обманывают. Поэтому горит все вокруг в порах и фразы. Виноватым мы. Плохо молимся. Виноватым мы. Плохо проповедуем. Вот нас кто-то есть, но вполне могли уже в Солдайский край обратить. Я говорю, вот 11 апостолов и всю вселенную за Калчиков. А Владимир Бару не можно обратить. Ты даже не слышишь или не знаешь. Все неинтересно даже. Берем бабушку поделать. А потом, а у вас книжек каких-нибудь нет? А у меня сестра она говорит, да нет, бабушка, мы же православны, только сектанты книжки даем бесплатно. У нас это все в Солдайский продается. У нас все за рубль. Ну, вот на детскую спаду дают. Вот как мы выиграли. Знаешь, мы не сектанты, мы даже еще не на них. Нас это покупать надо. И мы не помогаем их отказать. Горе нам. Мы хуже всяких сектант. Выпишем. Деликматики по-баспетски. Правил молчает 308 пять. Э, добавлять. Если там же 30, то здесь открыть. Иначе все воскресать. Молчает 305, дайте вообще. если угодно приезло. Потому что, если кто будет обещать самоуверенностью, потому что, если кто будет обещать самоуверенностью, то неприятно сделает то, что хочет. Так, поднимите. Неприятно сделает. То часто будет выслушивать. То часто будет выслушивать. Духа 12-20. Лука 12-20. Там выслушать и что будет выслушать. 22-25. Докторый. Некоторые утверждают никто не знает, но есть такое мнение. Некоторые утверждают, что АППООД 1-20. И есть епископ по-русски. И есть епископ по-русски. 1-й коридор. 16-13. И 3-6. 3-6. Так, у нас превратилось дрове в обряд на СИЗО с ними, не могут подать за нами машину. Но сегодня от этого начальника звонил, где не было. Все же где-то молитва победителя, чтобы сердца преступников начальника были распорожены. Начальник может быть даже и ходить, но они совершенно начали даже приехать за нами за нашим грузом, он не мог. Машины стоят, все равно приходят. Они последнее время за заготовку делали, за тюрьмой оправдан, да и надо работать все хотелось. Еще не месяц у меня работали. Мы снова через это теряем. 26-28. Различие между крещением не агру. крещением и агру. И нашим заключается то, что моим остателем с этого ученика заключается то, что крещение верующих что с ума короткетов правильно проекратно погружение подположим. Крещение верующих дарует оставление влюхов. Дарует оставление влюхов. верующие крещаются во имя Отца и Сына и Святого Духа и омываются от предшествующих крещений и заблуждений. предшествующих крещений возлюхов. Отболось Ходяй пламенел духом маленький бухов. Ходяй пламенел духом все не имя с путем духа. Сам поселел бы такой бедности. Ходяй пламенел земля не обработанная но хорошо производят сорняки крапива растет везде. Любой специалист скажет распаши здесь будет расти всего. А вот ничего не растет и распаши ничего не будет. и он бывает человек живет как в народе говорят ни лима ни мяца ни семечка ни черга как будто. Он и Богу обратил потому что и так же его нигде нет. Он в подписке не знает он не нарушает нигде его нигде не пошлешь никуда не выездаешь не получишь никакого дела он нигде его от него живет своим мужиком у него там вот эта локадышка есть мастерей ты себе посмотри все а вот смотрите какая реальность была отца даже в окрестных городах вырвал овощи улочил пущили женщин беспощадно истреблял такие люди когда обращаются к Богу превращаются в апостола спросите у Бога реальности чтобы не быть безразличным видишь ли так постарайтесь как это делать справиться а вот не то что где-то вот сели хромает сидит кто-то держит друг друга на сторону мангуру да она у нее угудит на место будет сидят ну что попало-то ну подожди скажи нет подожди ходить ну подумай сначала как я не знаю что за основу ну сели стоят и вот такая несется это не музыка совсем бесощупно и нигде-то из рекламы тоже а почему это так пошло не пошло встречаться это не должно быть я зашу я еду от этой надежки да ну ну и ложись ты кому 7 минут кричит это что тебе надо нам нравится пусть играет главное то что я поддержал а то круто не должно этого быть позвонить тишину где музыка не пришел даже хорошее музыка прищепует решение там спать полкона голос полкона как-то гулять в тишину ну как-то иначе так брат пришел и за 7 часов нельзя а мы отъезжали за чуть-чуть дела он пришел пораньше иначе он положит молоток 6 часов еще а затем пришел ты что делаешь ну что извините забудете что морально поставить после полпятки ну и мы думаем что у себя пока они остаются тоже все у нас они просе глупо себе сделали если кто успеет я прошел молотоком где я говорю успеет если кто меня глухом то тоже не имел такого глуха а обличать перед людьми значит обличать перед людьми значит обличать перед людьми значит показывать тебе осмотрение то есть смелость вот это вопрос а какая девчонка начинает обличать ну ладно Саша тебя надо смотреть надо смотреть когда играть это у него саконик тогда да прямо подожди сказать это решительное а тебе можно так обязательно подожди подожди скажи что подожди это сделать на самом деле показывать движение обличать твердых значит являться силу обличать твердых значит являться являться силу а обличать на основании писаний эти эти три варианта на основании писаний значит свидетельство значит свидетельство о своем знании но нить нить оркновения ничего не достигает бесперед ни не невик без зеркновения Благодарим Господь! Благодарим Его! Помолимся! У нас сегодня уже хотим покушать все есть? Подушай нашел. Утром не приезжайте. Что Бог его пути сохранит, потому что погода сохранит. Отец Наш Небесный, благодарите Его за этот вечер, за слово поет, которые висели нам святые Отцы Святого Славы. Господь дай нам сил и верность и предметы своими учениками. Благодарим Брата Иоакима, Господь, и всех богращих, кто заходил в них помниться, правителей в этой стране, и всех содействующих нам, помогающих. И то семя, которым мы высеяли здесь, задам обильные воды. Найди новые души, предупреждения того, в вечном спасении. И вот в ночной темноте сохрани всех. От покушения нечестивых людей и мухарных духов. Хмала Тебя от детственности и Твоего. Аминь. Мира Божий. Аминь. 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 Боже мой. Аминь. Начина가 все этот художественник. И поэтому, из-за того, решили, умеющие в конце концов. А пока два года зайдём, не подходи, но раз в наш клетке, за четыре человека ещё это не может быть. Зайдёшь или не дойдёшь? Раз в месяц, а два в месяц, и так стоишь. Всё, не сделав, сейчас идёт два разделения. И поэтому оно не столько. Четыре года всё перевернуло. Как и воин, написали, как и воин, берёт железный меч, а не золотой. Слово строки. Кровь ваша на головах ваших. Как и воин, берёт железный меч, а не золотой. Слово строки. Кровь ваша на головах ваших. Так поступают на такие слова. Кровь ваша на головах ваших. Слово строки. То есть... За то, что... Через неверие... За то, что через неверие... Вы убиваете самих себя... Отвечая перед судом, перед судом Божьим. Будете вы сами. Это толкование святых отцов с первого века. Вы будете сами. Отсюда можно заключить... Отсюда можно заключить... Что самоубийца... Наказывается Богом, как убийца. Отсюда можно заключить... Другие... Везде... Дела слои и греха... А по-надунице... Остальные... Не написано. А наказание то же самое... Вечная муха. Даже в народе на это смотрится отрицательно. И пошел оттуда... И пришел... К некоторому чтущему Бога... Имени Киусту... Которого дом был... В ходе синагоги. Крис, в же начале синагоги... Уверовал Господа... Со всем домом Своим. И многие из коринцев... Слушали, уверовали и крестились. Господь же в день и ночи сказал Павлу... Не бойся... Но говори... И не умолкай... И бояться тобой... И никто не сделает тебе зла... Потому что у меня много людей в этом городе. Вот мы проходим уже 18 главу. Помните, сколько раз я напоминал вам об этом? Смотрите... Господь ему не сказал... Вот... Я тебе брал... Теперь молите не в руки... Акажись ты в руки... Как сегодняшние типикольщики... Ну и читай... Ни разу нигде этого нет. Является уже Господь... Еще раз... Я вам много раз говорю... Но слово... Говори и не умолкай... Ну сколько же можно говорить... И не умолкай... Пока не убьют... Главное это в том, что люди в нем не ближе... А вера в слышание... Вера в языках... То, что мы видим сейчас в церкви... Это совершенно новая религия... Никакого отношения даже не имеет к Евангелию... Поварились... Раздвигаются по домам... Никто не знает где... Вот мы ходим сейчас по домам людям... Рассказываем... Светили сегодня сектанты... А я пятидесяти... Она даже не стыдится этого говорить... Сектанты... Юритические... А я пила... Я запивалась... А теперь я не пью... Правильно... А муж у меня наркоман... Она никогда так называет... Нет... А теперь она накрашенная... Постриженная... И все это разрешает... Это мой детский всегда не надо... Ухаживай, девчонки... Прям полудола... Потому что не первый раз... Стали говорить... Да так никогда не было... Чтобы так спасалось... Да вы что... Я спасенный... Вроде бы ушей у меня... Грязиновый... Да где вы видели... Апостол говорит... Я не пью... Стану в слезах... День и ночь... Что вы... Плакать должны... Крюкина Васильевна... Под логами горозды были... Злажены плачущие... Ну посмотри как... А где эта Матерь Божия... Она бесплатка встала... Это вроде молитвы... Но где же это видели... Постыжаешь твою голову... Считают... Местописание... А Библии вообще не знают... Библия Абрама... Конечно... Это муж там... Ну может и не так... Будьте аккуратны... Питры... Чтоб вышли и ничто не лежало... Великое благодовение имейте к этой Святой книге... Посмотрите... Как я там... Стран его носит Евангелие... Он его не руками держит... А сверху оравьем... Вышли над головой... Ничего нет выше... Все книжки наши... Все газеты... Все сгорит... Написано... Сгорит земля... И все дела на ней... А далее... Видел я... Ангела летящего посреди неба... Который нес... Вечное Евангелие... Все... Они любят Слово Божие... Стран его разговаривать... Могти крашены серебряными... Я говорю... А это зачем? Ну может дети царя? Мы должны видеть красиво... Но не та же... Я садягу за раз... Посмотри... Твои руки... Она может коровы дать... А ты не можешь... Ты там краски всякие напускаешься... Но... Ну... Писания вообще не знают... Воображают... Что они знают... Говорят... Фехтанцы... И толкутся на одном месте... Он подчеркнет... Через это место... Еще что-то подчеркнет... Секта... Это узор с взглядом истины... Вы ищите Бога... Ты любишь... Я это верю... Я не буду отчитывать... Ты Бога не любишь... Ты бросила пись... Прекрасно... Но ты реально ничего не знаешь и не видишь... Ты совершенно не знаешь Писание... Какое место не открою... Надо же не знать... Как будто никогда не слышала... Да я не дам... Не дам... Я через 4 месяца уже стоял за тактами... Я Библию надо 2 года получил... Если ты Бога не любишь... Как ты можешь там сесть в поезд... Когда ты любишь читать... Без псалтырного чтения... День не начинается... Как я вам в руках... Легче... Солнце остановите... Меже без псалтырного чтения... Почему церкви себя считают в псалтырь... Они же понимали еще... Добро нет... Ибо я с тобой... И никто не сделает тебе зла... За что? За то, что будешь проповедовать... Когда раньше судили и говорили... Но судили не за то, что ты веришь... Мне судья... Когда меня судили... Проявил судья... Вот так... В 86 году... Уже перестройка была... Это был Владимир Александрович Макаров... Он сейчас по обетражу судил... Сам потерял человек... Это неплохое... Ну задания дали... Там... Он говорил... Все бы такие были... Ну понятно... И он видит, что в зале... Некоторые крестятся... Не крестись... Нельзя... Это общественное место... Омоление нельзя... Но правда есть... Общественное место... Нельзя устраивать моление... Ну какого же это моление... Рукой перекрестился... Виталий Устином... Были... Вот вышел... Маленько поголяю... С тобой перекрестился... Сказал я... А кто перекрестился... Слава тебе Бог... Он встать... Выкидывает... А потом... Давай к ним же и обращайся... Мне ко мне... Ну скажите... Подсудим мы... Разве за веру судим... Смотрите... Сколько у вас тут верующих... Силок через людей... Так вот... Продержали... Вдвоем... Я думаю руки оторву... Людей там много... Они через людей... Не могут протащить... В коридорах... Ну никого же мы не судим... Это достало... Но не слушать внимательно... Что Сергей говорит... Вот спать не бойтесь... Со мной рядом будете... На скамейте теперь... Не сунь не за то... Что ты веришь... А за то... Что ты говоришь... Но Господь сказал... Не бойся... А спать будешь... А кому ты нужен... То сатана... Сверно знает... Что ты молчишь... Ты его... А почему... А кто меня исповедует... Перед Джерни... Говорит... Христос... Того я исповедую... Когда приду с ангелами небесными... А кто от меня... А крещется... А того я крещется... А как ты крещешь... Ну не скажешь... Сказал... Сказал... Что я не знаю... Как Петр... Молчанием предается Бог... Молчанием... Я просто промолчал... Это значит предатель... Молчанием предается Бог... У нас есть такая... Прошу... Молчанием... Да я ничего не говорил... Он в этом... И даже тебя и буду судить... При тебе умрали Бога... Матерь Божию... И зато он говорит... Ты за это ответишь... Ты говоришь... Ну я же не участвовал с ним... Я молчал... Я ничего не делал... Вот за рогой это ты уже ответишь... Когда поносит царя... Если ты... Говорит... Заткнешь ему ударом... Кулака... В рот... Чтобы он не поносил... Скажи... Царю... Тебя напротив... Да... Почему тут ты молчал... Да все... В дра чуть призываешь... А святей... Святой сулав... Шерен крешную шею... Это я вам потому... Не я... А почему... Да потому... Помните выражение Наполеона... Главное вязать со дра... Пока видно будет... Не позволять имени Божем быть поносимым... Не ериндец... Ну хотя бы скажите... Что ты делаешь... Безумие... Ну чем виновата... Матерь Божья... Ты Бога... Мать ругаешься... Есть такие... Безумие... Ну немножко хотя бы... Ну покажите эту ревность... Ну почему ты молчишь... Твою мать... Если поможет... Ты заступишься... Ты попробуй... Заткнешь его на заключенную... Мать... Не трогай... Накалывайте себе... Не забуду... Матерь... Молчал... Главное что... Меня не тронует... Искоренная жизнь... Какая... Мудрая... Щелинская... В философии живем... Ибо я с тобою... И никто не сделает тебе зла... Как не сделают... Так они только и делают... Зло... Покладывают... Заливают... Ну попробуй... Пошли не свежие... Ты знаешь... Они послушают телефоны... Они знаешь какие люди... У них вся власть... Да... Зло готовят... Будут делать... Но сделать не сделают... Но посиделуй... Так они сделают... Они его сделают... Но... Тебе зло не прилипает... Потому что ты благодаришь... За все благодаришь... А если ты благодаришь... Да получилось... Напротив... Ты еще награду получишь... За то что ты не хуришь... Молите за обижающих вас... За проклинающих вас... Вот и все... И никто нам не сделает зла... И никто... И никогда... Зло человеку может сделать... Только он сам... Вот это... Есть специальные пропы... Прямо так... Нам никто не сделает зла... И сами себе его не сделают... Не об этом говорить... Вот это... Мне много зла сделали... Там... То коммунисты... То фашисты... То соседи... Никто не сделает зла... Изо всех молись... Проси у Бога милости... Чтоб на всех... Пролил он благодать... Чтобы все обрабились... Пришли в познание истины... И спасли свои души... Да что я сделал и Бог молился... Вспомни Христа на христе... Как он пробил... За раскидавших... Прости... Они не знают что делать... Они вообще не знают... Из чего эти люди... Вот и все... Я вам рассказал... Как меня Господь готовился... Убить на корабле... А когда я уварил... Он подошел... И со слезами сказал... Прости меня... Мы несколько дней... Готовились тебя убить... А там мешал... Тоже... А капитан... Однезапно появился... Где-то... И остался живой... А теперь он просит прощения... Я не знаю... Как дальше его жизнь идет... Так его надо... Ничего не надо... Когда просто поможет... Приветствует... Где-то... Когда мы обязаны... Просто осмотреть... А там потом... И он оставался там... Год и шесть месяцев... Получая... Свою Божию... Вот приезжает... По мне священник... Павлов... Постарается... А как... Я говорю... Время проводится... Ну как положено... Я в этом вечер... Службу веду... А каждый день... Да нет... Мы субботом... Постарается... В основное время... Чем начинаете... Ты... Я строитель... Я там строю... Значит так... Вещание... Концы... Четыре часа в неделю... А в основное время... Строитель... На тебе Бог... Верил-то... Ни ходила... Ни визу... Хотя и это нам надо... Без этого у нас служба-то не пойдет... Но главное... Верил тебе... Вести... Людей... Царство Небесное... И Павел... Полтора года... А в другом месте... Двадцать с половиной... Получалось... И не одно и то же он повторял... Вот... Мудавил в двадцатой дворе... Говорит... Я день и ночь учил... Не упускаю ничего... То есть все сферы жизни... Политику... Экономию... Социологию... Природу... Абсолютно все... Вот... Давид сидит... В пещере... Враги окружаются... Всех столов... Он боится, чтобы камень... Под ноги не скатился... Чтобы не обнаружили... А он говорит... Денисин... И начинает... Говорит... О небе... Вспоминает... О звездах... О желакулке... Его вещает... Век... День... Дню... Перебирает... Всю историю... Там поклоняли... Сидоров... О чем... Ты говоришь... Ну смотрите... Он погибает... В подводном... Там... Крейсере... Курс... Ну не плохие... Там женские солдат... Там перешли... Все... Ни одного слова Божественного нет... Богат стал свет... И темноте он писал... Родным... Близким... Несколько слов написал... Это очень хорошо... Конечно... Любящее сердце... И темноте напишет... Ужние слова... Но главное... Хотя бы... Одно слово было... О Боге... Конечно... Всех отпевали... Я слышал... По священию... Мое... По радио... Передавали... Хотя бы... Один раз... Среди этих людей... Кто-то... Подводный священник... Я сам был... Моих домов... Подводный слой... Поэтому... Знаю... О чем... Более похватных... Более обращенных людей... Вообще... Наверное... Никого нет... Скажем... Про тут... Специальные учреждения... Для них... Во всем мире... И для наших... И для американских... И для детей... Поэтому... Наиважнейшее... Что верил нам Бог... Это... Общение... С Ним... То есть... Любовь с Ним... И друг с другом... Общение... А во время благослужения... Только односторонняя связь... Мы говорим Богу... Читаете Евангелие... Бог говорит нам... И знаете... Насколько больше говорим мы... Чем Бог... А должно быть наоборот... Мы-то... Что можно сказать... Но когда ты... Придешь в школу... Кто больше говорит... Ученик и учитель... Ученик... А ты спросил... Он ответит... Да и то еще... На какой отметке... Наиважнейшее... В нашей жизни... Это любовь... Без просьбы... К ближнему... Ты никогда не докажешь... Что ты его любил... И апостол Павел... Проповедовал... Среди тех... Которые его не принимали... А как... Думаешь... Может он его не принимать... А спросите... Как можно было... Свиста не принимать... Какие слова... Какая была... Интонация... Дикция... Знание... Говорят... А то мы приходили... Слушали... Да что тут говорящие... Да... Один человек... Говорит... Что тут... Каждый день... А то я тоже... Ко мне бы не попали... Я бы... Сижу... Я вообще не понимаю... Что они там говорили... Я... Да... 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 А у него... Бабушки сидят... И они все понимают... Господи... Великий Бог... От... Великих людей... Он все это открыл... А их брал... Неразумные... Отвергнутые... И вот такие же... Тогда были люди... И на них... Он открыял... Практ... Который ведь в этом... От палаты... Он накопился... Все это... От тебя... Судный день... Попуинки... Будете считать... Вы же не скажете... Что я у вас не был... А как же... Анализ покажет... Просто так говорю... Вы смысл дайте... Чтобы... А те... Которые его приняли... Они получат послание... Возлюбленные... Избранные... Освещенные... Я говорю... Какие вещества... Мы это... Отходим... Сейчас по домам... Распространяем... Вещать... Как будто... Наши этапы... О Крещении... Но это... Говорим почти всегда... Какие скучные люди... Которые не знают Бога... И труп... Как вот дверь откроется... Как воссияет какая-то бабушка... Сегодня она... Открывает... Ничего мне не надо... Не надо... Какая-то отвечать... Я готовлюсь на другую сторону... Мы говорим... У нас... Православная... Православная... Давай... Что есть православная... Притом... Какое извращенное... Понятие бывает... Одна кричит... О, это хорошее... Я считаю подряд... Все, что Зюганам говорит... Ну, не обязательно... Это заносить... И Советская Россия... А тут она... Говорит... Что он не очень... Краевковик... Понятие... Вера... Это... Как сегодняшнее... Проходное... Христианское... Трижды... В жизни надо... Его называют... Христианское... Колесное... На колясочке... Привезут его по кресле... Потом приедет... Он на Кадиллахе... Повещает... И потом на катопалке... Когда отпевать буду... Колесное... Цена колеса... А самому прийти было негативно... И вот мы видим... Который не верит Богу... Какие они скучные... Стоят старцы... Он и она... И думаешь... Эээ... Уходила шаечка... Где ты был... Сколько ты бы мог иметь... Ничего не надо... Совершенно... Ничего... Вы поглядите... Вы откуда не мешаете... В том... В холодильнике сидел... Откуда вы... Укази наши... Не надо... Или какая-нибудь маленькая бабушка... А я в церковь хожу... А я скажу... Я буду занять... Это же приходило... А я по голосу вас узнал... Вы пора... Они живые... Совершенно другие люди... И мы подумаем... Как вот... Сразу у вас сила появляется... Понимаете... Что-то такое общение... Я не могу это объяснить... Мы сразу встряхнемся... Нам тяжело... Представляете... Мы больше километра... Каждый день поднимаем себе... Трудно что-то приходить... Только холод... Жара... С нас течет... Тут сразу ободритесь... Как будто ничего не было... А что же будет там завтра... Когда... Тело верующих... Мы спияли... И... Ну... Где бы мы были... Что бы мы могли слышать... Как разговаривали... Если бы мы не знали Бога... Ведь нас-то здесь... Кроме креста пробило... Кроме Иисуса креста... Мы спаяли друг друга... И увидим друг друга... В городе Песахе... Какие мы все... Близкие... А другие... Кто даже встречается... Матерь... Щи дети у меня в лагере были... И как они застесняются... И проходите... Они... Даже эти люди-то не такие... У вас другие... И это мы все получаем... От Духа Божия... Из Святой Битвы... Из Священное Писание... Которое мы здесь проводим... И каждый раз... Когда мы дома открываем... Священное Писание... Мы должны сказать... Господи... Как ты видишь... Как ты любишь... Твоё... И в первую очередь... Это я вижу... На самом себе... Мне ты это дал... Чтобы я познал волю... Знаете... Немножко перетопите... Чуть-чуть... Раздайте... Что я вам дам... Сегодня... Непонятно какая редакция... Новая... Называется... Честное слово... И они дали газету... Сами... Позвонили... И там нашел я... Божественная статья... Все плохая... Эта уничтожка... Так вот... Второе нужно... Пожалуйста... И вот здесь... Одна газета... Инвалидская... Взяли... Наши газеты... И начали уже печатать... В прошлый раз... В воскресенье было... Сейчас опусте... Позвонили... Говорите... Оставки верните... А вот это вот... Разрешаю взять... Погрел... Покаяние... Горошику... Нижнюю... Так... Подойдите еще... Это наш материал... Что было... Что дать... Мне каждый раз... Хочется вас... Чем-то угостить... Новенький... Только тихо... Я вам... Прочитаю... Стихотворение... Которое... Прочитаю... Сестра Тихима... Сестра Лисина... Сестра Ласчинова... А она кажется... У меня его... Прорастает... Внимание... Слушайте... Ощи неинтересно... Всепоколение... Про девочку... Которое попадало... В катастрофу... Она в автомобильной... Катастрофе... Разбилась... В рассвете... Юненных лет... Лежит в больнице... Заосклился... Против... Возорий... Гарсный... В... Прикиньте... 15-16 лет. Халатом дело, не волнует очередь. Врачи шепнули, тихо, в стороне. Она, наверно, не протягивает очередь. И слух поймала, что по спешке нет. Пришлите, Марш, она сказала у Розы. Верите ей сейчас ко мне прийти. И Марш вошла и встала по Розы. Как бы бояться ближе подойти. Стань здесь, поближе, Марш. Я умираю. Меня ты переключила танцевать. Я на рояле хорошо играю. Но вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, Марш. А вот я не знаю. Скажи, ответь, как вечно мне встречать. Учила жить. Но вот я умираю. А ты не научила умирать. Мы прославляем матерей так много. Благодаря им перед словом мать. Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. Главное искусство. Подготовить человека к достойку смерти. Мать в сердце. И говорила. Дать человеку шанс, достойно умирать. Основное тоже она дает. А что помирать. Сейчас заканчивают музыкальные училища. Детей посылают. Списка училища. Они даже платят за это деньги, да получат. Но есть ли такие училища, где платят деньги за то, что вы познали, как правильно приготовиться к смерти. Не знаю. Если только при церкви, лицей какой-нибудь. Где батюшка знает священное писание. Только так. А это самое. Посчитайте. Сколько всяких учреждений. Мы идем. Вот. В обед. Вы зашли. Сказали мои. И некогда не в бумаге. И надо положить играть. И заходим в школу по образованию. Городское. Комитет по образованию. Районные. А людей. Вы даже пообразить не можете сколько. Возьмите вот. Алдайская правда. И заходишь. И там висит список кабинетов. Ровно 100 кабинетов. Один водитель. 100 кабинетов только для начальников. Но в каждом кабинете поездку посетить. И это все люди. Которые. Ну. Надо сказать так. Желают. Или призваны. Чтобы научить других человек. Ну. Вот видите. Даже не запись. Алтайская правда. Так. Оставались. Восьми этажных. И ведь за все эти годы. Сколько там в бумаге. Было изведено. Для того чтобы людям сообщить что-то новое. Очень много. Ну а божественно. Много или нет. Ведь и так много. Вот если хлеб дается нам. И мы говорим о хлебе непростое. Так же. Да вы не волнуйтесь. Его за границу не вывезли. Из него спирт туда знали. Ну позвольте. А нам есть еще. Ну можно так сказать. Ну хлеб-то там идут на кураж. Скажение. И люди. Птицы. Но если его место перегнать. Куда-то. Если всю бумагу заперли. Перелопатить. Сколько ли вышло. Годицы больше. А вот вспомните. Когда вот эти компании были. А выборах-то. Сколько везде валяло. Заборах в дверь. Столбы в дверь. Все. Стула никто их не заменит. Все. Вы сейчас еще не доложите. Даже школа там. Растопольные пальцы видите. На окнах идешь. И вот в трамвайах там ездят. Голосуйте за строителя. Человек делал. А вот все. Покорявали там. Если бы это знали. Они как будто намазали. Что нашли хлеб слегка держит. Машинная какая-то. С маской. Но где вы видели настоящее. Евангельское слово. Призы. Ну. Не реклама водки. Реклама водки. Но много. Ну. Звоните. Лига Пресс. Другие стоят. Киоски. Скажите. А много у вас божественного? Увы. Но увы. А если этого нет. Сочетая все остальное. Это мгновенно. Если что появилось. Это так и как нет. Вот сколько рисунков. Фотографов. Машины. Ротаторы. Работают. Краска. Что это будет. А редакция это работает по ночам в основном. Вот мы. Я принес немножко где-то. Мы приспособились. В геномийской газете. Может быть другую какую-то. Сумеем что-то отдать. Я вот эту Талтайова. Молодь. 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 Смотрите. Там пришло наше статьи сейчас поменялись. Если апостол Талтайер проповедовал дель и ночь. Давайте хотя бы идем проповедовать. Хотя бы ночью молись о том, чтобы проповедь была. Не сектантская, а православная. Настоящая истина люди молодых лет. Ты ведь думаешь, что ты никому не нужен. Ну старенько. И потыкаешься. Ну маленько ты можешь. Ну маленько тебя растеребить. Жизнь-то проспалит фактически все. Я не знаю, кто из нас есть, чтобы от юности пошел. И мне стыдно, наоборот, сказать. Да, я приготовился к смертю. Но ведь не так. Жизнь в своем удовольствии. Как-то никто не вырос. Открыто. Ну что бы как корыто. А нас смертю уже по ногам бьет. Днем не на ушисти. Посмотри, может какие-то средства есть. Что-то купить. Мы ведь даем практически сотни газет каждый день. Бесплатно. Это издание прошлых лет. Вот мы будем делать новый заказ. Так что надо просто обдумать опять. Сложиться, чтобы у нас Слово Божие было в заставке. Как это сделать? Через кого? Через естественную статью? В веках? В тысячи тридцать слов нужно будет издать. Мы распространили не менее 60 и 50 бесплатных денег. Это что-то. Так что эти нетленные истины, они останутся после нас. Нас не будет. Все забудется. Нам будет. И это все остается. Это все хранится в музее. Хранится в краевой библиотеке. И у многих-многих людей. Что-то выпросится, а что-то останется. И об этом нужно просить Бога. И тогда после нашей смерти это семя даст свои плоды. Все одно замороженное, заваленное. А потом нам внезапно даст росток. Кто-то прочитает и все. Вы помните, когда Женя Никитина пришла? Вы не урядите в семье и очень большие. Она на работе лежала за детском столе помятая. Молодежь Алтая. Они к нам были расположены. Там был такой главный редактор. Глушенька Георгий Иванович. Он у нас печати работал. И правый человек такой. И он не наоборот ничего. Гляд на вашей стороне уже. Это еще при коммунистах. 90-е годы. А я там дал интервью. Я полная полоса называл. Спросить прощения умерших. А посредине молитовцевских старцев. Ну темно интересно. Спросить прощения умерших. Как? А это так всегда было. Коммунисты должны стоять на коленях и просить прощения. Здесь. Трепестировать. Иван Грозный убил митрополита Физука. А Алексей Михайлович. Уже с патриархом Николаевич. Стоять на коленях и просить прощения. Прости нас за лютость деда нашего. Прости ради Христа. Это же делал Пеодосий младший. Когда мощи Анна Запауста. Снова возвращали к Константинопу. А погиб он из-за матери. И он просил прощения. Прости, святитель. Умер. В городнице бежит. Прости. Мать моя в безумие это делала. Сослала тебя и убери тебя. Прости, великий Пеодосий. И Солян получил прощение. У нас от них нет гиманов. Он не просит прощения. А еще в Сталину будут венки кладут его. Платить прощения умер. Я не трогай его сюда. Я просто привел его. Задача это в том, чтобы имена прачей были известны. Истина восторженствовала. И все пришли к покаянию. Чтобы этот. Не надо было как Божий. Как он говорит. Я верующий. И получил царство тебе. Но живем-то один раз. И с позиции меньше всего. Это не имеет никакого значения. Вы стреляли. Это все не имеет значения. Имеет никакого значения. Спасу себя или не спасу. А если я поеду все основные. Какой смысл это делать? Ну погадься там. Кто-то тебе что-то давал. Или ты его правил. А какой смысл? Ну тысячи детей у тебя было. А их может и не быть. Ну поздно ушел в золото превратился. Ну а дальше-то? Дальше-то смерть. А ты не научил умирать. А как умирать? То есть смертью нужно в форме сделать для вещания. Я уже не однократно вам говорю. Чтобы вашим безбожьим детям ваши квартиры не остались. Подождите настоящих девушек. Молодые у нас есть. И у нашей девушки женятся у которых жить не есть. А ваши дети безбожные. А они уже все получили каким-то образом не их нет. А у других нет. Подумайте просто. Средства чтобы где-то на книжках не погибли. Наследие должно быть духовное. На небе строится нам кельник особый. Из того что мы оттуда туда посылали. Из другой материала нам не строится. Помните как одна благочестивая хорошая барыня однажды отмерла. И видит на небе дворец. И говорит. А че? Это твоего сторожа. В саду. Как там? А там маленький чуть-чуть. А это твоё. Да-ка. Да-ка. Да-ка я же много жертву это. На следующий раз у тебя еще больше остается. А он отдает всегда. Последнее пропитание. Положил это как там дома. И здесь надо строиться из того что из земли присылают. В саду. А между тем во время прокромчества Галлиона в Ахайи напали людей единодушно Павла и привели его в председилище. Говорят что лучше тебе чтить Бога не по закону. Вот сегодня очень часто люди так и говорят. А он не по нашему. Ты попробуй староверцу скажи что можно молиться щекотней. Щекотники не коньяния окаянные. Он другого не скажет. А этим скажи что так молился князь Владимир двумя крыштанами. То есть расходники староверы не по нашему молятся. Ну не тебе он молится. Почему ты террасуешь? Поверь на Святой Троице весь священство. Самое главное что чтит Божья Матерь. А если с одной буквы или двумя пишет имя Иисуса. Служба там бывает короче ли у меня. Ну тебе ли это судить? Ну три часа молишься. А он четыре. Что из того? И тогда бывает достаточно пару слов сказать что Бог услышал. И Беяся я в грудь сказал. Будь милостепом негрешим. Все. Больше ничего не было. Один удар. Или двое. Будь милостепом негрешим. Сядут люди. Так что он услышал Бог. На диск он пошел не просто услышал. А правда. Потому что более. Но что та женщина которая с меда провела волосы и распустила. Душа всем не комоничным обидится. А Господь иди прощается тебе грехи твои. Ведь мы молимся для того чтобы простил нам Бог грехи. И получили обновление в Боге. Исполнили благодатью Духа Святого. Духом Святых. Как и Рафин Саровский говорит. Ничего выше этого нет. Стижание двух и душу. Это и все. И если человек имеет. В руках Священное Писание находится в церкви. А уж в пальце как-то он прижимает. А что это именно. Главное. Единство. Во вторости первого свободы и во всем любовь. А главное это вера во Святую Троицу. Признание святых кому во церкви. Когда же Павел хотел открыть уста. Галёнов сказал. Иудеи. Иудеи. Если бы какая-то была отлина или злой умысел. То я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении. И об именах. И о законе вашем. То разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом-то. И прогнал их от судилища. Арсей Еленус схватившись Степана. Начальника синагоги. Били его перед судилищем-то. И Галёнов не надо не беспокоился о том. Ну демократия. Как это при демократии. При самом начале было. В Грузии. Сидели. И патриарх благословил. Ничего не делали. Сидящие на мосту. И вдруг вырываются наши советские. Саперные лопатки. Отточенные как брифы. Иначе они налево направо кучить девушек. Девчонки. И мы там приехали. После этого. Надо было видеть состояние народа. Солдаты пьяные. То ли наркотиками их накачали. Или чем. Ну не понятно. Что солдат тебя видишь. Когда она была девушкой красивой. Ну посмотри какие были зиночки красивые. И вдруг отточенные лопатки короткие. Налево и направо губили. Как будто перед ними какая-то капуста. Вам никогда этого не простят. Вот эти воины в Чечне и прочее. Это мы заложили. Замедленная мина. Это уже при Горбачеве все было. Журналы все центральные газеты показывают. А как они справляют. Это керехи называются у них. Злупокорные. Если даже один убитый. Там в селениях пять тысяч человек. Они все любят на похороны. Они очень любят своих соотечественников. Это никогда не считал такое. Что он подряд дал. Такое указание. Что если это когда зия. Грузина убьет грузина. На вечные времена проклинаю его. А нафиг не придают. Чтобы открыть братоубийственное время. Это не подряд тихо никто сделал. И вдруг такое время. Перестройка уже по всю шла. И у них еще не было. Девчонки со светами сидели. Ночами они отдыхали. Ну ждали перемен. И вдруг урываются. Молодые крепкие солдаты. И убегали. Они в поголовки. Их загоняли и рубили. Насмерть. Саперы небольшие лопарки. Специальные цели. Вы должны это помнить. А просить прощения у мертвых. Это и есть. Мне в этом виновны. И просить чтобы горло от духа бира и грузины. Чтобы все нас простили. Мы перед всеми виновны. Мы хотели чтоб жили по нашему. Что они и по нашему закону делают что-то. Ну кто дал тебе это право решать. Жить ему или не жить. Не забывайте это наша история. История нашей страны. И сегодня мы разбили. И тогда был один в общий совет еще. Тогда еще республики не получили независимость. Но внутри себя. Разжидали и разжидали ненависть к себе. Кто это убил? Солдаты. Дети они живые. Может быть потом где-то им голову снесли. Может быть. Но некоторые доживут и сейчас. А погремые крови невинных. Девушек. Погибли это девушки. Из ребят кажется никто не погиб даже. Один девушки. 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 И мы это должны помнить. Потому что это наша история. Наш грех. Павел. Павел. Девушки. 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 Вы должны задать их открыть, а сейчас корочки не оставь, а потом воно запишите. Запишите красным вот это, в священное писание выпить, а обыкновенно это то, что вы записываете. Первое комитетом, один, потом корс комитетом, один, тринадцатый. То есть, первое. Комитетом. С двенадцатого по восемнадцатый. Полкователь. С двенадцатого теремого семнадцатого. Если так беззаконно иудеи поступили в отношении к другой нации, в отношении к другой нации, как к нашим, в отношении к другой нации, гумизизм, то проконсул, конечно, образумим был. Проконсул, конечно, образумим был. Пиявы. Пиявы, Пиявы, со спеной, они как бы говорили. Пиявы, со спеной, они как бы говорили, разносили. Вот, всякий делает то, что хочет Вот, всякий делает то, что хочет Если закона, закон будет упущен Словые строки «Острипся» Что означает «Острипся»? Это не парик матерской баланс Хотя, слово понятно Силая комиссия 9.20 9.20 Когда принимали обед на зарядство, то волос не трогали А потом при всем народе Заканчивали, объявляли об окончании дней ощущения И отстригали волос Закончил обращаться в свое состояние А на этом были длинные волосы Допустим, обед 5 лет, и 5 лет мужчины меньше И трогал волосы А если за то время случалось, что обед его заканчивался И кого-то хоронили, и он к мертвому прикоснулся Обед прокладывался, продолжаясь по-моему, словом 5 лет Одна женщина 20 лет не спаливать были Это то, что три раза пришло тебе прикоснуть их к мертвому Не поедали желание к автоматике орла А то ребенок, и она проходит И все, обед пропал По-моему, она обещала тебе обед на зарядство Не пить вина А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я подчеркиваю все время, чтобы вы наглядно представляли Вот сидят евреи, рассуждают, молятся Как-то нам на столе были, где со мной был еврей, мой крестник Отец Наум, как священником стал Тошел в нашем доме Он для меня крестник мой Наум Израильевич Когда его спрашивали какой-то асаман Он всегда отвечал Той же, что и Господь мой Ну вот вышли Я побоялся зайти Прям со мной за ногу не зашло Не знаю почему Орабел А он сразу У него здесь еще надеть Он в платочек вытащил Олистрелил, поговорил У нас должен человек еще отпуснять А у них наоборот надеть Выходят молодые ребята Все такие, какие имеют красивые Однажды мы в Москве ехали В дно Я не разговаривал с девушкой Мы такую красоту, кажется И вы могли представить Я помню, что это еврейка Как-то в Нью-Йорке ехали И бежит, берут такие девчата Я гляшусь, как-либо Откуда такие? Это еврейское поселение Еврейский район Все такие красивые люди То ли они Всегда это Увышали мою породу Наши лица Конечно, не все одинаковые И все-таки Что-то какой-то отпечаток Из правильной семейской жизни И вот апостол Павел Зашел к ним Не просто сел в уголок А начал их обсуждать И стал им говорить А как он их любил, апостол Павел Нашим патриотам еще далеко до этого Они распинаются В трибуны съезда Думы О нет! Откройте десятую главу Послание апостола Павла Павла Он Весь любовь И наконец Сказал слова неразумные Павел Это просто Одно чувство Перепреснуло разум Я готов быть Высшим из книги жизни Готов быть В аду Не волнусь Павел Таких Молитв я знаю только три Моисей однажды Молился Искор 32-32 И Серафим Савовский Он был сам Отлученным За русских попов А Бог сказал Покараю Я их всех уничтожу Архиерея в русских За то что Истину Божию Заменили своими Вымыслами Прямо под наше время Бога надо любить И превыше всего Его Слово И заучите наизусть Псалон 118-й 113-й стих И этот стих Заучил кажется В первые же одни Как обратился к Богу Вымыслы человеческие Ненавижу А вот так Твои люблю Вымыслы человеческие Ненавижу А их так много Церкви у нас сегодня Чтоб на первом месте Стояло Слово Божье На первом месте Святой Евангелие Библия И когда кто что говорит Ты всегда Спроси А как говорит об этом Бог? А что об этом говорит Библия? Если в Библии Ничего не знает Я это так теперь И настаивать это Мы не имеем права В Библии ничего не сказано Два переста или три А в истории было и два и три Ну перестаньте об этом спорить Ну почему вы все Вот в своем Говорят Далее Нужно иметь ревность По Богу Не так я верующий Я их бранный Я счастливый И так будет идти Не будет А после Павла говорит На листающей На стадионе Хотели подать? Вы посмотрите Когда они бегут Бывали случаи Я говорю Где он один Последний метр бежал уже мертвый Мертвый коснулся ленточки А Павел говорит Многие бегут Особенно заметно Когда у вас велосипедные Конки у них Так куча мала Они едут Ты же не разберешь Где кто И колеса И люди А получают награду один Иногда В сотые доли секунды решают Положение За сантиметра буквально И так и Достаточно Принуйся о деле Бога А если ты просто так Уфимил крещение В эти сегодня верующие Сегодня поругался с женой Не попросил прощения Лег спать Не прикилились Завтра еще обалдел Там поцвета три глазами Куда-то повел Потом телевизор А потом радости нет Попустил по заслужению И в храм Боже не пошел Ну подумаешь там сегодня Пятница Устал Нет масла растительного Ну я же не мясо ем Маленькое масло ем А чего повесеннишь это? Мы знаем слова Такие хорошие А ты не позволяй себе Такой больности Устав не разрешать Я этого не буду А то бы он уже Игнатий не узнал Ищите Всегда и везде Погадать верным Богу Господи Даже в малом верном Ты сам сказал Над многим подставь Это так мало Я хочу сказать Жены Берегите себя Нигде никаких Слишком слов мужья Не говорите Вам дано Одно правду Замотай Суровой Крепкой ниткой И ничего не пропадет Вот на одну зною Меньше будет Только все Так похоже Затем тоже У нас Бойтесь Огощать Господа Сегодня немного Завтра немного И ты уже не заметишь Как ты отстанешь Заметьте вот Большие окрушения Когда начинается Когда начинается Смарываться Чуть-чуть Отклонилась Не большая всего лишь Трещина в здании Но строитель понимает За этим следует Другое И чем больше будет Трещина Тем быстрее будет Воспаление Значит там в здании Что-то неладно Грустовые воды Побуваешь Это у нас Это и что-то Если хороший специалист в огороде Если заметил только где-то Маленько начинает Что-то жалтеть Листики невозможно Он уже бьет тревогу Иначе ничего в этих огороде не будет Это везде так Тем более в христианской жизни Ты почувствовал охлаждение Ну нет уже желания Ну ладно Хожу отмечен Два-то разных Воскресенья не будешь тебя отмечать Не надо Кому это церковное Строи Это здесь церковь проходная Где ничего нету А это у нас Правила висят У нас уже никто опоздал Должен писать объяснительную Это истинное православие Меня спрашивают А вы подаете милостей Да нельзя Подаваться Это запрещено Запрещено на церкви подавать А как А так Епископ должен призывать их Соотвещенниками Кому это церковное Узнать Получают ли они пенсию А не планилить бомжи То есть безобразников А заставлять работать И бомжи Свои руками Трудились Ясно? Да-да Нигде не самоводничать Чуть-чуть охладел А потом уже и не вернешь Апостол все время говорит Возгребайте дар кожи Который у вас Возгребайте Все время старайтесь Почаще там Клюхой шевелить Чтобы к вам не завалило эту решетку Чтобы только свежий кислород поступал Не бойтесь встречаться с другими верованиями Всем покажите красоту православной веры Посмотрите что они О волкисты Они там знают Правда они могут знать Сколько это мы знаем Ведь у нас Триста того Толюансов Только патристика Толкование битвы Ну 12 талор по тысяче трендесят долларов Василий Милеев Григорий Богослов Екфрем Северин И Сакси На любые вопросы Назовётся ответ Ни одного вопроса тебе не задать Которого у вас не было в бандбишне Ну так и надо знать Как хорошая актриса Какой пелкин эфель Потом получаете День и ночь И люди которые Говорят Это всего немного много Да я ходила в циреках А что я знала Ну и Она говорит Давайте править Я приду к тебе Вот так вот это возьми За все везде Тысячи бакет И чё попало? Ну, а дальше теперь уже придёт, что салтайки, священник, там, остановился в какой-то этой ноговом работой с девочкой, с белосеем, с наркотиками бросил, братцы, вот в это видео отклёвываются. Это и наши подвещенники. Вот смотрите, ты видела? А как его звать? Ты тоже не знаешь. Она, да ладно, а имени такого нет. Я их молодой всех знаю, там ни разу не видел. Вообще, вот это говоришь? Торжественные верующие. Я знаю, священники не проповедуют, не учатаются так, но больше о чём могу сказать. Вы знаете, про Ватюр сейчас Николай когда-то бред начали говорить, я тут в городе погасил всё, и рукава всех как будто никогда не будет. Не позволяйте даже о врагах говорить плохо, а заступите за них, если это неправда. Будь то Путин, будь то Ельцин, будь то, неправда, стали защитить. Вот надо кранить за это. Любите правду всегда и все. Самый лучший враг будет, но на него говорят неправду, заступите. И враг услышит это, кто-то ему передаст, и мнение его уже умеется. Так вот это наконец-то. Прежде всего, истина. А мы, служители Христа, служители истины. И сколько лет нам ургали на Гитлеровну, охватил ему лад, узурпатор, а сегодня уже пишут газеты в другое. Голосование было. И он метался по всей стране, как сейчас. Ну, депутаты, вы думаете, они здесь встречаются и всё. За него народ проголосовал. Ему даже так и сказали, да, это фашист, не надо говорить, это демон в образе человечества. Но он не закапывал власть, его народ им взял, его точно не любили все. Я к примеру просто говорю. Не думайте, что инфляция была в Германии в то время такая, что устро получил деньги и до обеда старались потратить. Иначе уже продукты стоили другой ценой. И он всё это уничтожил. И мы должны это вспомнить. А зачем это нужно? А потому что правда всегда скажет это правдой. Мы должны помнить, что у дьявола есть одна положительная черта. Но он сделан уже предстательной. Постоянство и неутобимость. Погибит. А мы это должны на добро. Третья книга Езре говорится. И как блудница ненавидит честную женщину. Так неправда разненавидит правду. Сравнение какие. И ты должен любить Бога. А как? И он говорит так, как любовники и любовницы. Да какое сравнение? А ты не знаешь как. Как он любит? Как он хранился? Какие он испытывает удовольствия? Весь трепещет. Вот так вот. Разведи Бога. Сравнение-то можно было по-другому? Да нет. Даже Христос делает сравнение, что внезапно Христос предотворен. Вот настолько внезапно. Ну мы же знаем, что каждый, что квартира сегодня придёт, он будет обобрана. Ну и вроде замыкала. Или там на своей двери железные. На крышке закрывается. А внезапно придёт. И так вроде бы готовимся. А внезапно придётся решать Христос, как приходит Батя, значит. Кстати, это Бог. Сравнение. Вот кто бы решил, что Христос сравнивали его приход с воротом. Даже в ум не пришло бы. Надо и евангельское слово. Когда же они, прости, так, достигши Непеса, оставили их там. А сам нашёл в синагогу и расцуждался людей. Когда же они просили его по будучи Виктория, он не согласился. А просился и не сказал, что мне нужно непременно проводить приближающие. Спасибо. 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 Спасибо.